Шаббат шалом, дорогие друзья. И сегодня у нас непростая недельная глава. Потому что она рассказывает о самой большой трагедии человечества. О потопе. И в предыдущей главе в Баришит мы видели, как Бог чудесно создал землю. Как Он чудесным образом создал человека. И как Он был рад всему этому. Но из-за того, что Адам ослушался. И грех вошел в жизнь человека. Мы видим, что это привело к большой трагедии. И Писание говорит, что мысли, сердце человеческое были зло во всякое время. И Бог сказал, что проклята земля за тебя. И мы своим поведением. Каждый из нас. В эту землю вносит либо благословение, либо проклятие. И в конце Баришит, Бог говорит, что я раскаюсь о том, что создал человека и все, что на земле. И заканчивается, Баришит, это восьмой стих шестой главы. Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Баришит шестой главы 8, который мы не заслужили. Почему хен? Потому что хинам. Бесплатно. Это то, что мы получили бесплатно. Это говорит нам о том, что Ной спасся, не своими делами. А исключительно по Божьей милости. Но тем не менее, о характере этого человека мы считаем, что Ной был человек праведный и непорочный вроде своего, и ходил пред Богом. Слово «цадик» праведный оно имеет корень «цада». «Цада» — оправдывать. Это тот человек, который не только ходит правильно перед Богом. И не только мысли его и поступки, они в соответствии с праведностью Бога состоят. Что он настолько близок к Богу, что у него есть возможность оправдывать, то бишь молиться за других людей. И дальше мы смотрим, что «И возрел Господь на землю». И вот она растленно. «Ибо всякая плоть извратила свой путь». Мы, как и все души, которые находятся на этой земле, приходим в этот мир, чтобы познать Бога. Чтобы познать свой путь, свое призвание. И исполнить его. Вот этот мир, который мы видим, это как школа, где мы сдаем экзамен. 28 глава второзакония говорит, «Благословен, ты при входе своем». И благословен, ты при выходе своем. Это вещи, которые от нас не зависят. Это то, что нам Бог дает. Потому что Бог говорит, «Благословен, ты когда рождаешься и когда уходишь». И между ними есть жизнь. И когда мы приходим на кладбище, мы видим число, когда мы вошли. И между ними маленькая черточка. Это наша жизнь, она временно. Но тем не менее, мы здесь берем этот жизненный экзамен. И Бог видит, что развратилась всякая плоть, всякая душа. Поэтому потребовалось обновление. И Бог говорит, «Ной, чтобы он строил ковчег, потому что будет потоп». И Он дает ему четкие параметры, как он должен это строить. И дальше мы читаем слова, которые меня просто восхищают. И сделал Ной все, как повелел Ему Господь. Вы знаете, в Писании написано, что к заповеди нельзя ничего ни прибавлять, ни убавлять. И вот здесь, в случае Ноя, это очень четко выражено. Вы представьте, если бы Ной изменил что-либо в этом ковчеге. Хотя мы очень любим это делать. Когда мы выходим в новую квартиру, мы начинаем все рушить. Но здесь Он не мог этого сделать. Потому что, если бы Он отступил от этой заповеди, Вода могла просто-напросто раздавить эту конструкцию. Поэтому Он все сделал все в точности. Это черта правильного человека. И дальше мы видим, что вода начала наполнять землю. И над землей, над этой водой, только возвышался ковчег. И вот многие комментаторы любят эту картину, ассоциировать. Вода — это грех. И ковчег — это прообраз церкви. И чтобы получить спасение, люди входят в эту книсию. Где их встречает, но это как прообраз мессии. Вот такая вот картина была. И дальше написано, что лишилась в жизни всякая плоть. И мы говорим, в том числе, что мертвы все что-то 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 и что-то и что-то и что-то и птицы, и скот, и звери, и все гады полжатся по земле. И дальше написано, все люди. Здесь стоит очень интересное сравнение. По Писанию, человек — это венец творения. Здесь он стоит, и всегда он стоит на первом месте. А здесь он стоит в списке после гадов, ползающих. Вы представьте состояние духовное человека, который жил до потопа. Я когда смотрю фильмы, вот в этот есть National Geographic про войну, я смотрю взгляд эсэсовцев, которые расстреливали мирное население. Вот это вот состояние от тех людей, которые жили до потопа. И можно себе представить, почему был этот потоп. И дальше написано, что вспомнил Бог о Нойе и о всех зверях, и о скотах, и о птицах. И навел Бог ветер и остановился. И вышел Ной, и сыновья его, и жены его, и сыновья с ним. Все звери, и весь скот, все гады, все, что ползало на земле. И дальше устроил Ной, жертвенник Господу. И взял из всякого скота чистого, из всех чистых, и принес во все сожжения на жертвенники. И дальше написано, и обонял Господь приятное благоухание и сказал, Бог в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. И не буду больше поражать все живущее, как я сделал. помышление сердца зло. Бог смотрел на людей того поколения, которое выжило, и Он понимал, что они юные. Юные. Поколение, которое... Оно еще не утвердило Слове Божьем. Оно не получило мудрости. Оно не видит цели, как им двигаться. И потому у него зло еще есть. Но когда Ной приносит жертву, когда он умышляет животное, Бог увидел полное послушание. Он ра, когда приносится жертва, человек подавляет в себе этот животный инстинкт. И написано, что вот эта связка слов и обонял Господь приятное благохание. И в одном из псалмов говорится, что жертва Бога Дух сокрушенный. из сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь. Вы представьте состояние Ноя. Он видел смерть всего человечества. Тут умирает один человек и ты ходишь с таким настроением. А здесь он увидел как все человечество погибло. Больше года Ной находился в ковчеге. Это не был круиз. Я могу только представить то, что он там переживал. И в тот момент, когда он преносил жертву, он умилялся и сокрушался пред Богом. Он молился за то поколение которое погибло. И в то же время он благодарил Бога за то, что Бог оставил ему жить. И в одном слове говорится что тебе принесу жертву хвалы и имя твою призову. Жертву с радостью. С радостью. потому что Бог оставил его жить. Он был праведным человеком. И он понимал, что из его поколения в последующие будут праведники. И когда он принес жертву, Бог заключает с ним второй завет. Он говорит, что больше вода не прольется, больше я не буду наводить поток. И закончу я главу. Это пророк Исаия, 54 глава 7 10 7 10 на малое время я оставил тебя, но с великой милостью приму тебя. В жару гнева я скрыл от тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Эти слова говорят нам, что Божья милость, она я еще не дочитал, извиняюсь, ибо это для меня, как воды ноя, как я поклялся, что воды ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя, и не укорять тебя, горсть сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. В этом ноевом завете есть большое обетование, что милость Божья, которая незаслуженная нами, она придет на все человечество. И сегодня был пример. В этом зале находятся все дети ноя. Потому что все человечество произошло от шем, хам и яфет. И Бог говорит, что моя милость она никогда не прекратится. Она имеет вечное происхождение. Это все, что я